Здравствуйте, Вячеслав Владимирович. Здравствуй, Олег. В Российском государственном гуманитарном университете РГГУ была открыта высшая политическая школа имени Ивана Ильина. И вот буквально на той неделе почему-то весь рунет всколохнула эта новость. И многие блогеры стали говорить о том, что Ильин, как же так, Ильин был посредником Гитлера, его идеи не должны быть увековечены. Я знаю, что вы, у вас вот на полке здесь лежит книга Ильина, вы его читали, мы с вами как-то снимали даже ролики, вы его читали, цитировали. Путин цитирует его, кстати. Поэтому я решил задать этот вопрос вам. Тут даже, наверное, у меня несколько вопросов. Первый бы я вас спросил, что такое фашизм. Ну, в том-то и дело, что здесь, прежде чем осуждать Ильина в сочувствии фашизму Гитлеру, нужно разобраться именно с тем, что такое фашизм, откуда он взялся. Да, фашизм после того, что совершили германские нацисты в мире, ассоциируется у нас с абсолютным злом. Это, на нашем воображении, встают концентрационные лагеря, газовые камеры, печи, в которых сжигали людей. Это миллионы жертв человеческих, невинных людей, расстрелы евреев по всему завоеванному фашистами миру, германскими нацистами. И поэтому слово фашизм, оно, конечно, наверное, до конца истории будет носить вот этот совершенно негативный, ассоциированный, прочно, со злом, как таковым, вот такое отношение будет к этому слову. Но давай вспомним, откуда взялся фашизм. Фашизм появился в Италии. В конце 20-х, начале 30-х годов фашистские идеи появились в Италии. И слово фашизм, оно итальянского происхождения. От слова фашо, фасцио, фасция, пучок, вместе. Люди в Италии начали объединяться вместе, а люди обычно объединяются против чего-то, чтобы чему-то противостоять. Так вот, итальянский фашизм появился тогда, как христианская реакция, вот такая католическая реакция, на появление в мире третьего интернационала. А третий интернационал — это наша отечественная идея. Она возникла в Советской России после Октябрьской революции. И тогда вот то сионистское правительство, которое у нас возникло после революции, оно использовало Россию как плацдарм для установления вот этого сионистского режима по всему миру. И это выдавалось за волю пролетариата, рабочего крестьянства. И у нас даже лозунг на гербе Советского Союза, мы все его помним, «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» «Серп и молот на фоне земного шара» — это вот эта идея третьего интернационала. То есть всемирная революция, всемирная пролетарская революция, чтобы перевернуть весь мир вверх дном. Это такой глобалистский проект. Это даже не теория заговора, это был конкретный проект, проекты, цели не скрывались ни от кого. Советская республика, она собиралась устроить такую же революцию, как у нас, во всем мире. И для этого создавалась вот эта международная организация, «Третий интернационал». В Европе увидели в этом для себя угрозу, для существования, для угрозы для существования традиционных, христианских, на то еще время, во многом ценностей. Особенно в Италии, потому что Италия – это до мозга костей католическая страна. Тогда, во всяком случае, была. И поэтому фашизм – это реакция на «Третий интернационал», который мы создали здесь, ну, я имею в виду правительство тогдашней России советской, как угрозу для всего мира. Поэтому это была защитная реакция. Собираться вместе, обычно это были молодежные организации такие, которые потом приняли политический характер с определенными политическими лозунгами и так далее. И потом эти фашистские организации начали множиться. Они появились в Германии. В Германии тоже поначалу были очень даже христианские предпосылки для создания фашистских организаций первых в Германии, именно для противодействия Советскому Союзу, который угрожал всему миру пролетарской революции. Вот такой. Все видели, кто у нас в правительстве. Все видели, что у нас почти все правительство тогда, конец 20-х, начало 30-х – это сионисты. Поэтому это была нормальная, здоровая, защитная реакция. В Японии появился в своей фашистской организации. И даже были русские молодежные фашистские союзы с центром в Харбине и с 48 филиалами в 18 странах мира. Был русский фашистский союз. Это вот начало фашизма, оно было такое в мире. Еще никто не знал, что такое национал-социализм германский. Еще никто не знал, кто такой Розенберг, идеолог германского нацизма. Тогда Гитлера все любили. Германия поднималась из руин после Первой мировой войны, из своего национального унижения, из нищеты практически. И в Гитлере тогда увидели вот такого национального лидера, который будет противостоять вот этой угрозе, исходящей из Советской России. И не только ей, что он возродит вообще величие германской нации. Культуртрегер, как они себя называли. Самый носитель культуры для всего мира. И даже немцы сами, когда они начинали любить Гитлера и проводили его самыми законными путями, демократическими к власти, они даже не подозревали, во что это потом выльется. В какой позор для всей германской нации потом выродится германский фашизм. И наша эмиграция после революции, которая в огромном количестве наполнила Европу, очень многие, не только Ильин, как русский патриот и русский мыслитель, философ, который любит свою страну, Россию, и очень переживает за то, что в тот момент с ней происходило, сочувствовали появлению вот этих фашистских организаций, которые были направлены против третьего интернационала, против того, чтобы перевернуть верно всю планету в угоду тем, кто сейчас захватил власть в России. Русская православная церковь за рубежом, она Гитлера приняла очень хорошо, благословила на все, на все его, так сказать, подвиги, тоже не понимая, во что потом это все выльется. Все видели в этом некое здоровое начало, которое противостоит, но абсолютному злу в виде Советского Союза. Об этом книга «Сопротивление измутило». Эта книга во многом продиктована именно этим. Я о ней потом особо скажу. Так вот, Ильин не единственный, кто возлагал надежду на освобождение России. Ведь тогда белое движение, которое яростно сопротивлялось большевизации России, большевикам, проиграло. Наша русская идея о восстановлении исторического миропорядка у нас в России не смогла сопротивляться большевизму. И Красная Армия в гражданской войне поддержала победу. Не только над нашими белогвардейцами, но и над всей Антантой. Тогда несколько стран вторглись на территорию России, чтобы подавить советский режим. Ничего не получилось из этого. Бог не дал этого. И тогда все увидели реальную опасность. Силу, которая исходит из этого большевистского режима, который воцарился в России. И все наши патриоты русские, находившиеся в эмиграции, они ждали и искали вот ту внешнюю силу. Внутри России нет такой силы, которая могла бы остановить это зло. А искали внешнюю силу, которая появится по молитвам наших верующих людей, по молитвам церкви, где-то в Европе. Тогда еще во многом в христианской Европе. Потому что христианство в виде православия в России уничтожалось просто физически. Поэтому какие-то здоровые христианские силы могли возникнуть только в Европе. И когда наши патриоты увидели, что в идеологии фашизма на тот период присутствовали очень выраженные христианские мотивы, наши все поддержали фашистов. Очень многие поддержали. Из любви к родине, из желания освободить ее от этого большевистского ига. Да, потом у всех наступило разочарование. Потом, когда Шойнер Рихтер, который был идеологом до баварского пивного путча, где его убила шальная пуля в 1933 году, когда на смену Шойнер Рихтер пришел Альфред Розенберг, который был уже не христианин, а язычник. Он был воспитан во многом восточной мистикой. И вот эта свастика фашистская, она пришла оттуда, из Тибета, из Индии. И вот тогда Розенберг привнес в качестве идеи германского фашизма национал-социализм. То есть идею превосходства германской нации над всеми остальными народами. Идею подчинения всего мира немцам как единственной, здоровой, жизнеспособной и самой культурной нации. Все остальные народы недоразвитые и просто не имеют права на существование. Вот когда этим запахло в германском фашизме, вот тогда наши русские патриоты начали от этого отходить. И точно так же отошел от Гитлера и от его идей и Ильин. Просто мы сейчас, люди, которые не знают истории, не знают всей этой подоплеки исторической, вот этой динамики развития событий, и брожение идей в Европе после того, что произошло в России в 17-м году, 20-го века. Мы рассуждаем так легко и свободно о том, кто друг, а кто враг, кто фашист, кто не фашист. Это просто из-за невежества. Так говорить о Белине, как о фашисте или пособнике Гитлера сейчас может либо человек совершенно невежественный, либо враг и России, и русского народа. Ильин — это не святой человек, но это гениальный человек. Это один из величайших русских мыслителей и русских философов 20-го века. В этой личности сошелся весь трагизм русской истории. Ильин в свой ум и в свое сердце смог вместить всю эту драму, всю эту катастрофу России начала 20-го века, пережить ее в себе и родить в своем уме и в своем любящем России Россию сердце такие творения, которые могли бы сейчас стать основой нашей национальной идеи. Именно поэтому его сейчас пытаются поливать грязью. Потому что если идеи Ильина лягут в основу национальной идеи России, то тогда Россия возродится в лучшем виде. Это будет действительно самое культурное, самое мощное, самое высокодуховное, высоконравственное государство и нации. Мы можем благодаря идеям Ильина создать такой феномен историко-культурный, которого никогда Россия из себя не представляла. Потому что Ильин пережил и переработал в своем сознании весь исторический опыт России и применил его к современности. И вот его вот этот труд опротивления злу силою, который родился у него под влиянием вот этих процессов тогдашних в России и в Европе, он, в общем, можно считать его программным для нашей теперешней российской политики. Россия именно сейчас начинает противиться злу силою. Мы только что жили в периоде, когда мы со злом дружили и сами заразились этим злом. А вот сейчас мы начинаем потихонечку выздоравливать. И поэтому не случайно наш президент все чаще и чаще цитирует сейчас Ильина. Я очень рад, что он его читает. Я в этом вижу очень большую надежду для нашей страны. Потому что здесь все будет зависеть именно от политической воли одного человека, лидера нашего государства. Станут идеей Ильина знаменем нашего исторического развития или нет дальнейшего? Я тебе скажу, что когда-то я начал свое знакомство и с православной культурой, и с православием именно с трудов Ильина, которые в начале 90-х годов стали печатать у нас в России. Вот как раз та самая книга «Путь к очевидности», по которой я познакомился и с самим Ильинным, с его идеями. И благодаря этим идеям я сам загорелся, как православный христианин. И по-настоящему, может быть, я загорелся любовью к исторической России. Никто советской России, которой только-только вот не стало. В 93-м году мы еще ощущали себя вполне в Советском Союзе, но мы уже понимали, что этой страны нет. А я полюбил именно историческую Россию и в ее новой исторической перспективе. И мне самому захотелось этой идеей как-то послужить. И вот посмотри, что в этой книге, которая является сборником его трудов Ильина, что в этой книге находится. Вот только по названию. Вот посмотри. «О сопротивлении злую силы», «О добре и зле», «О заставлении и насилии», «О морали бегства», «О сентиментальности и наслаждении», «О предмете любви», «О границах любви» и так далее, и так далее. «О духовном компромиссе». Следующая книга, которая вошла в этот сборник, она называется «Путь духовного обновления». И посмотри, о чем он пишет. «О вере», только заголовки, «О любви», «О свободе», «О совести», «О семье», «О родине», «О национализме», «О правосознании», «О государстве», «О частной собственности». Он затрагивает все сферы человеческой жизни. И образование, и здравоохранение. Мы с тобой недавно зачитывали отрывки из его произведений, где мне очень нравится, я даже люблю вот это письмо русского врача, каким он видит русское здравоохранение. Это же эталон просто, эталон врачебного мышления. Третья книга, которая вошла сюда, это «О новом человеке». Нам нужно воспитывать нового человека в России. Мы же понимаем, что то, что с нами произошло в 20 веке, вся наша система образования и воспитания, она происходила на основании ложной идеи о человеке Божии. Когда человек стал Богом, он сам себя считал творцом мира, творцом Вселенной, творцом земного счастья. Мы наш, мы новый мир построим, кто был ничем, тот станет всем. Мы все перевернули тогда под влиянием вот этих большевистских идей с ног на голову. И вот в этой работе Ильин пишет очень подробно о том, что мы должны воспитывать в новом человеке. Посмотри, он пишет о бессердечной культуре, которая сейчас господствует у нас на территории России, об обреченном пути, обреченный путь, тот путь, по которому сейчас Россия развивается, он обречен. О чувстве ответственности, о духовности инстинкта, спасении в цельности, хвала труду, о творческом человеке, о силе суждения, о художественном совершенстве, о призвании врача, вот только что об этом я говорил, о политическом успехе, о благодарности, о нравственности, о свободе, доброте, о смирении, сердечном созерцании, о благодарности, о религиозности. Вот за что Ильина не любит. Его идеи могут возродить Россию. Поэтому обязательно найдутся те, кто обольет его грязью, особенно в наших российских средствах массовой информации. Поэтому я призываю вот всех, кто нас сейчас видит и слышит, даже не обращать внимания на это. Наоборот, читайте Ильина, читайте. Это наше будущее. Если Бог нас помилует сейчас, после того, что происходит, то тогда идеи Ильина лягут в основу нашей будущей государственной и общественной жизни. А я знаете, что я сейчас подумал? Какой-нибудь либерал нам в комментарии напишет, наверное. Вот смотрите, если посмотреть на нашу ситуацию в стране со стороны наших зарубежных партнеров, противников, вот мы боремся с глобальным злом, с НАТО, например. Есть глобальное большое зло, мы хотим с ним бороться. У нас есть идея, православие, и мы, как вы в некоторых видео даже говорите, что мы не такие, как все, нас Бог избрал, мы православные, с нами Бог, а с остальными нет. Мы же в их глазах фашисты. Да, я вначале сказал, что слово фашизм дискредитировано окончательно и навсегда. и реабилитировать это слово будет практически... Я даже не про слово, а то, что это может вылиться в тот фашизм, который... в фашизм, вернее, в нацизм может вылиться любая идея, даже самая светлая, даже с хорошей христианской прививкой. Человек несовершенен, он может испортить любую идею. Любая идея, предполагающая построение идеального общества, общества социальной справедливости, общества всеобщего достатка и благоденствия, она обречена на то, чтобы выродиться в нацизм. Так всегда было, есть и будет. Это было с допотопных времен и продолжается до сих пор. И единственная идея, которая застрахована от национализма, от нездорового национализма, от патологических форм национализма и от нацизма, это христианство, это русское православие, это единственная универсальная идея, которая может вобрать в себя все лучшее, что было создано человеческой культурой и христианизировать это, и подарить это человечеству как способ жить и спасаться. субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok